Человеческая безответственность и, как следствие, сотни сломанных, нечеловеческих жизней. В Ивановском приюте Зоу 37, порядка 140 собак. У каждой своя судьба. Одни родились и выросли на улице, и к человеку им уже не привыкнуть, от других отказались хозяева. У этой дворняги одна из самых душесчипательных историй. Его хозяин умер. Про собаку все забыли, она осталась одна в пустой квартире. Обнаружили истощенного песика нескоро. В сентябре приюту три года. Дата небольшая, зато за ней огромная работа и более тысячи спасенных животных. 900 собак и кошек нашли новый дом. В субботу в приют съехали с волонтеры, чтобы вспомнить, как все начиналось. Мы начинали, привозили доски на строительство, начинался строиться второй этаж. Приезжали, как-то помогали. По сути, это было самое начало. Животные поступали, где-то кто-то подберет, где-то кто-то привезет. Кто-то позвонит, заберите. Сами ездили, забирали. У нас было настрое. Одна семья, еще Света девочка. У нее была машина единственная. Мы на этой машине сколесили весь город. Приехали и коллеги из других регионов. Делились опытом, обсуждали проблемы. Нехватка средств, пожалуй, главная. Деньгами помогают немногие. В основном физические лица, юридически очень мало. То есть, как бы, таких вот постоянных спонсоров у нас есть один завод, который делает нам раз в год, ну или два раза в год пожертвования. Остальное, это все физические лица. Мы существуем четыре года. Один раз нам областное правительство оплатило счет на покупку и бытовки. Вот. То есть, вот это вот, ну, целевые средства были. Во Владимире, проработав самые разные варианты, в том числе и тот, чтобы всех забирать в приют, остановились на тотальной стерилизации. Бродячих собак отлавливают, стерилизуют, вешают на ухо бирку и выпускают обратно. Через операцию прошли 180 животных. Перед тем, как выпускаем, мы их обрабатываем от глисс, от клещей, от эндектопаразитов и вакцинируем против бешенства. То есть, тут однозначно идет профилактика бешенства, стерилизация. Собаки не сбиваются в стае. Когда суха стерилизована, кобелей вокруг нее нет. И вот так, только так можно решить проблему. Приют его так собирать, собирать. Это просто несерьезно и нереально. Нечто подобное может заработать и в Иванове уже со следующего года. Нужны деньги на стерилизацию и передержку. В новом проекте, который последняя редакция 15 мая, там четко написано, что нужно отлавливать и содержать. Хотя и в старом законе это написано, что отлавливать и содержать. Там просто не определено, сколько дней содержать. В этом законе написано не менее 30 календарных дней. То есть, вот за эти 30 календарных дней мы должны успеть их привить от бешенства, стерилизовать, адаптировать, которых можно и выпустить на старое место обитания. Пока в Иванове собак отстреливают. Массовое уничтожение бездомных животных прогнозируют на ноябрь. Мэрии важно успеть освоить выделенные на это деньги. Ежедневно в приют поступает порядка 50 звонков. Сердобольные горожане просят пристроить собаку или кошку с улицы. Вот так и получается. Кто-то теряет, а кто-то находит. Самое трудное время для брошенных четвероногих начнется с первыми заморозками. Для приюта это самая горячая пора.